и так всем привет дорогие друзья с вами лоу грит мы продолжаем разбирать тему оружие сегодня мы разберем такой класс оружия как дальнобойное всего в игре по моему лишь два дальнобойных оружия это уникальное оружие паница которая доступна только ей лук духов и арбалет который всем доступен приступаем к видео поехали и так начнем к пожалуй с арбалета ну как всегда прочитать сначала описание замысловатое оружие позволяющие стрелять дротиками со значительной силы хоть арбалет и не предназначен для ближнего боя но его вес может позволяет использовать его как дубинку смотрите вот этот урон который показан это в ближнем бою вообще как стрелять с арбалета и что для этого нужно вам нужны дротики где их взять их можно взять у каждого торговца то есть у всех четырех торговцев будет по одной партии дротиков смотрите в первом торговцы дротики будет стоить 160 монет одна партия во втором 240 монет в третьем 320 монет монет и в четвертом 400 монет то есть цена повышается пока вы проходите дальше итак смотрите вот этот дротик наносит 288 урона и 10 дополнительного и еще кстати дротики можно смазывать в котле с семками вот отравленный дротик второго уровня вот холодный дротик и они дают эффекты такие как в описании вот адреналиновый ну давайте вот я вам покажу отравленный дротик он убил летучую мышь с одного выстрела и эти дротики это с эффектами не бесконечно вот тут три броска из трех ну давайте я вам покажу этот арбалет в действии а вы посмотрите стоит ли его бы использовать или нет кстати еще забыл упомянуть важную вещь смотрите посмотрим на дротики вот смотрите 2266 урона я забыл вам сказать что у меня есть кольцо плюс 5 стрельбы и она увеличивает прочность и уровень наших оружий смотрите мы посмотрели на дротик 2266 если мы одеваем кольцо плюс 5 стрельбы что получается у нас правильно у нас увеличивается урон 2878 и дополнительный урон короче вы чтобы раскрыть потенциал арбалета вам нужно прихватить с тобой кольцо стрельбы ну хотя бы плюс 3 плюс 2 чтобы дротики показали свою максимальную эффективность ну это все что я хотел сказать перейдем теперь пожалуй к луку духов футбол зарпалки вот это кое-как до и есть до Субтитры создавал DimaTorzok Итак, как вы знаете, у каждого персонажа в Shattered Pixel Dungeon есть своя уникальная вещь. У разбойника это плащ, у воина это печатка, у мага это посох. Вот у охотницы это лук духов. Давайте, как всегда, прочитаем описание. Лук сделан из древнего волшебного дерева, тетива, лука и узоры светятся слабым голубоватым светом. Натянув тетиву, лук создаст волшебную стрелу, которую можно выпустить во врага. Теперь важная информация, лук не может быть улучшен напрямую, но вместо этого он будет постепенно улучшаться с получением новых уровней. Смотрите. У вас всего 30 уровней максимум. И к 30 уровню он всего лишь будет плюс 6, не плюс 10, и свитки на него тратить у вас не получится. Ну, блин, у вас будут бесконечные патроны. Это было бы как-то нечестно. Да, этот лук стреляет бесконечными патронами. Это очень хорошо. И еще хорошо, что можно его сбалансировать, например, на скорость или урон, и поставить на него зачарование любое. Ну, мне выпало пламени. Кстати, у меня из-за что получилось, что у меня оружие пламени, броня пламени и лук пламени. Ну, какая-то огненная охотница. Итак, вот первые враги, которых мы встретим. Давайте посмотрим, на что он способен. Я его сбалансировал, как я уже говорил, на урон и пламени. Кстати, что могу сказать. Очень выгодно сделать лук сбалансировать, короче, на скорость, чтобы он стрелял еще быстрее, и зачаровать его на зачарование. И это будет хорошая вспомогательная штука, ведь каждый второй там выстрел или каждый третий будет давать эффект этого зачарования. Вот, например, я стрельнул, и наш враг поджегся. И пока он до нас дойдет, он сгорит, и мы сможем добить его остатки. Вот нас даже окружили, это очень плохо. Лук вблизи плохо работает. Ну, даже в описании так сказано, что лук, шанс попадания этим оружием уменьшится, если использовать его в ближнем бою. Итак, давайте уже продемонстрируем его в действии. Так, вот у нас злобоглазик, самый сложный враг в аду. Давайте попробуем с ним справиться. Но он убежал, поэтому... Вот он, кстати. Сейчас он стрельнет. Он стрельнул. Мы стреляем в него, не попадаем. Но мы отталкиваемся. Но нас все равно не дают нам показать лук. Ну, лук вблизи, как я говорил, это не очень хорошая вещь. Он плохо попадает. Так, еще злобоглаз. Ну вот, смотрите, он подошел до вас, и он лишился большей части своего хп. И вам осталось его всего лишь добить. Ну, если вы, конечно, попадете в него. Итак, давайте сейчас я покажу, как я бился этим луком при боссе. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok